Слава Богу, дорогая церковь! Знаете, я понял для себя одну очень важную вещь. Чем больше мы хотим Бога, присутствия Бога в своей жизни, тем больше мы должны научиться Его славить. Чем больше мы Его славим, тем больше присутствия Божьего в нашей жизни. Давайте мы еще раз прославим Бога! Давайте мы свершим короткую молитву за Слово, которое будет перед нами. Господь, мы благодарны Тебе за честь и привилегию быть Твоей церковью. Мы благодарны Тебе за Твое Слово Божие, которое способно преображать и изменять нашу жизнь. Отец, мы придаем сегодня свои сердца в Твои руки и молим и просим Тебя, преображай и изменяй их. Пусть наши сердца, они будут сегодня добрую почву, в которой сеется Слово, прорастает и приносит плод. Мы молим и просим Тебя, изменяй и преображай нас в образ Христов Божий. Благослови все Слово перед нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Теперь мы можем улыбнуться друг другу не сквозь маски. Слава Богу, рад приветствовать всех вас в этот теплый воскресный день. Я недавно прочитал такую шутку, что эта жара дала понять, что воду я точно не выдержу, поэтому мне нужно срочно меняться. Поэтому я верю, что Слово Божье, оно способно изменять нас. И знаете, я хотел бы сегодня проповедовать о том, что влияет на нашу вечность. О том, что непосредственно наши поступки, наши отношения здесь на земле, как они повлияют на нашу вечность с Богом. Я хотел бы сегодня проповедовать об обидах, о непрощении, если оно есть в нашем сердце. Если его нет в нашем сердце, то я верю, что мы сегодня сможем вооружиться этим Словом и не запускать в свое сердце ни обид, ни непрощения. Знаете, моя проповедь сегодня будет называться «Казнить нельзя помиловать». И вот запятую в этом словосочетании можно поставить как после «казнить», так и после «нельзя». И сегодня мне бы хотелось, чтобы после этой проповеди каждый из нас сам решил, где он поставит эту запятую. Для себя, в своих отношениях с людьми, в своих отношениях, может быть, даже с обидчиками, где он поставит эту запятую. Потому что, по сути, от этой запятой будет зависеть, какие отношения с Богом мы выстроим. Где мы ее поставим, такими мы их и построим. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 стих. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сочетаться с рабами своими. Когда он начал считаться, и приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. Как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь, ему говорил, «Государь, потерпи на мне, я все заплачу тебе». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сумму сто динариев, и схватил его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам и умолял его, говорил, «Потерпи на мне, и все, отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились. И придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот простил я тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И разневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его». Знаете, раньше я читал эту притчу, она мне казалась очень такой технической. Я простил, мне простили. Но читая в этот раз эту притчу, я понял, что эта притча, она намного глубже. Она о наших отношениях с Богом. Она не просто о наших отношениях с ближним, не просто с тем, кто живет с нами рядом, не просто с тем, с кем мы общаемся, не просто с тем, кого мы прощаем. Она о наших отношениях с Богом. И первый пункт моей проповеди называется «казнить». Знаете, казнить – это, как правило, такая первая реакция после того, как тебе нанесли обиду. Тебя обидели, тебя ранили, и первая реакция, которая идет от нас – это человек достоин наказания. Он заслужил. Первое – сразу его надо, даже можно и с Богом о нем поговорить, чтобы его сразу же наказали. Вот так он мне нанес обиду, вот так он мне сказал, вот так он плохо сделал, вот так. Но вы знаете, что я узнал? Обида, как эмоция, длится всего лишь 20 секунд. Все остальное – это уже наше решение раскручивать ситуацию. Сама обида, как эмоция, задерживается в сердце человека примерно на 20 секунд. А дальше уже начинается сериал, который мы снимаем сами. Мы уже начинаем придумывать, как наказание для этого человека, 10 карт, и вот так, и если бы вот так. Мы начинаем вспоминать прошлые серии, как он несправедливый и тогда, и вот мы начинаем всю эту ситуацию умножать и делать из нее просто какой-то боевик. И знаете, что еще делает обида? Вот когда мы, если мы, самое интересное, что абсолютная власть над обидой в нашей жизни лежит именно в эти 20 секунд. У нас есть абсолютная власть над эмоцией, либо развить ее в сериал остросюжетный, либо прекратить ее. И мы решаем, что с этим делать. И вы знаете, что происходит? 20-ти секундная эмоция задает направление, вектор, всему развитию событий. Вот как мы среагируем в первые 20 секунд, так и будут развиваться события. Если мы принимаем решение дальше раскручивать, то события развиваются соответственно. Если мы принимаем решение остановиться, то эти решения, то это решение влечет за собой примирение. Знаете, что следующее делает, если мы в первые 20 секунд не расстались с этим? В нашем сердце активируется такой режим справедливости. Мы вдруг включаем справедливость. А вы знаете, что справедливость, она всегда найдет виноватого. Справедливость, она всегда найдет виноватого. Она всегда найдет объяснение, почему так, почему сейчас невозможно простить и отпустить этого человека. Знаете, на чем основывается справедливость? Справедливость основывается на том, что я вижу сейчас. А милость основывается на том, что я вижу на кресте. Милость основывается на том, что сделал для меня Бог. А справедливость, она вырывает из контекста, происходящее сейчас. Хотите, я вам прочитаю эту историю еще раз, только с середины, с точки зрения справедливости. Справедливость. Выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сумму 100 динариев. И схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Вот справедливость. Но должны были же ему деньги. Может, методы не те, может, душить не надо было. Но должны были деньги. Должны. Требовал свое, имел право, имел право. Но милость, она смотрит шире. Милость, она взирает на то, что сделал Бог. Я вам прочитаю одну историю. Я прочитал ее недавно в интернете. Она так очень мне понравилась. Приговор над вором вынесен судьей. 15-летнего мальчика поймали за воровство из американского магазина. При попытке скрыться, мальчик еще случайно перевернул витрину. Заслушивается дело. Судья спрашивает мальчика. Ты действительно что-то украл? Украл хлеб с сыром и перевернул полку, когда бежал? Мальчик понурым голосом ответил. Да. Зачем ты украл? Мне это нужно было. Не лучше ли было это купить, вместо того, чтобы воровать? У меня не было денег. Можно было попросить денег у родителей. У меня только мама. Она слабая, прикованная к кровати, и у нее нет работы. Я украл хлеб с сыром для нее. Ты ничего не делаешь, и поэтому у тебя нет работы? Я работал на автомойке. Взял день отпуска, чтобы помочь маме. И они меня выбросили с работы. После окончания вопросов к мальчику судья вынес приговор. Кража, особенно хлеба, очень позорное преступление. Мы все в этой комнате, включая меня, ответственны за то, что сегодня подобное может произойти. Поэтому я наказываю всех присутствующих штрафом в размере 10 долларов. Никто не выйдет из этой комнаты, пока не заплатит 10 долларов. Судья вытащил из кармана купюру в 10 долларов, взял ручку и начал писать. Кроме того, что я штрафовал всех на 10 долларов, я штрафую владельца магазина на 1 доллар за то, что он доставил в полицию голодного мальчика. Если штраф не будет уплачен в течение часа, магазин останется закрытым навсегда. Вы знаете, милость, она всегда смотрит шире. Милость, она смотрит на то, что происходило до этого. Почему человек так поступил? У вас бывало такое, что вы обижали людей, сами не хотят его? С кем-то они поздоровались, и кто-то на вас обиделся. У вас бывало такое? А вы представляете, если в этот момент активируется режим справедливости? Вы задумывались над тем, что когда мы хотим справедливости, справедливость активируется в обе стороны, как по отношению к обидчику, так по отношению и к нам. Слово Божье говорит «прости нам», как и что? Как и мы прощаем. Точно так же, как она активируется к обидчику, точно так же она начинает действовать в нашей жизни. Знаете, семя обиды, посеянное в наше сердце, оно обязательно принесет плод. Как вы думаете, какой это будет плод? Это будут новые обиды. Человек, не принявший прощения в свою жизнь, никогда не научится прощать. Я вам прочитаю один стих из Библии. История отношений Авраама и Сары. У Сары не было долго детей, и вот она попросила, чтобы Авраам с ее служанкой сделали наследство, наследие. И вот Агарь родила. Бытие, 16 глава, 5 стих. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виноват. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и тобою. Обида всегда ищет виновных. Послушайте, Сара нашла виновата, в обиде моей ты виноват. Но когда мы смотрим на то, что сделал Бог для нас, когда мы смотрим не на человека, который нас обидел, а на Бога, который нас простил. Не на человека, который тебя обидел, а на Бога, который тебя простил. Это дает тебе силы прощать. Это дает тебе силы миловать. Вы думали когда-то, почему этот человек стал душить своего должника? Ведь только что, он был такой покорный, такой послушный, потому что, когда ему нужна была милость, он взирал на того, кто мог помиловать его. Все его внимание было сфокусировано на том, кто может помиловать. Он позабывал все свои долги, он позабывал всех своих должников, он просто одного просил, помилуй меня, пожалуйста. И вдруг, когда его помиловали, его фокус раз, ага, теперь ты виноват. Послушайте, наше сердце должно быть наполнено милостью на основании того, что Бог помиловал нас. Бог помиловал нас. Прощенное сердце, оно способно прощать. И следующий пункт моей проповеди, он называется «Нельзя». Вот, казнить нельзя. Нельзя, знаете, такое слово в середине, его можно туда прилепить и туда. Казнить нельзя или помиловать нельзя. И сейчас вот мы решим. Знаете, я уже говорил, я очень эту притчу так рассматривал раньше, так логично, технично. Я не простил кому-то, ну и мне что-то не простят. Ну, не простят и не простят. Вы думали когда-то вообще суть прощения в чем? Почему мы прощаем вообще? Я не говорю о людях, которые просто наступили тебе в автобусе на ногу, я не об этом. Прощаем людей, которые близки нам. Прощаем в семье. Прощаем близких. Почему мы прощаем? Чтобы сохранить отношения. Бог простил тебя и меня, чтобы построить с нами отношения. Он не, послушайте, мы когда пришли к Богу, произнесли молитву покаяния, это не просто обнулило нас для такой же жизни, как мы жили. Просто обнулили нас в грехах и все, иди дальше живи. Бог простил нас ради отношений с нами. Чтобы мы могли построить с Ним доверительные взаимоотношения. Там, где есть обида, там никогда не будет доверия. И Бог говорит в своем слове. У меня есть преграда в отношении с тобой. Если ты не сможешь простить, я не смогу простить тебя. А следовательно, не смогу построить с тобой отношения. Для Бога есть преграда в нашей жизни. Для всемогущего Бога, который может все, везде и всегда, в нашем сердце может стоять преграда. Если мы не прощаем, то и Он нам не сможет простить. Я вам расскажу одну историю. Я ее услышал примерно 13 лет назад, когда покаялся. Это рассказала одна женщина. Она ее не только мне рассказывала. Она, когда покаялась, она первая пришла к Господу, как это часто бывает. Ее муж, он был зависимый от алкоголя. Выпивал. Ну, соответственно, с этим были разные ситуации в доме. Скандалы там и все остальное. И она говорит, у меня никогда не было в сердце такой ненависти к нему. Все было нормально. Я смотрела как на немощного человека, который просто там живет греховной жизнью. Все. И так легко мне. Нормально, говорит. Не было в мое сердце ни горечью, ни обидой заполнено к этому человеку. До тех пор, пока не произошла одна ситуация. Однажды он пришел домой, выпивший. И дома завязался скандал. Завязался скандал, вплоть до того, что там до рукоприкластва завязалась драка. Он схватил отвертку и несколько раз ударил ее в живот отверткой. Но на этом все не прекратилось. Он взял ее и выбросил с балкона. И она осталась жива. Его забрали, посадили в тюрьму. Ему дали срок. И она говорит, я думала до этого момента, что я способна прощать. Но когда произошло это, я пришла к Богу и говорила, Бог, ну, это невозможно простить. Послушай, он нанес мне такие раны. Во-первых, душевные. Во-вторых, физические. Человек еле остался жив. И она ходила с этим. И служила в церкви, и ходила на служение. До тех пор, пока отношения с Богом не начали превращаться в какую-то формальность. Ты вроде приходишь в присутствие Божье. Ты вроде приходишь, молишься. А в сердце камень, который лежит там и ждет просто своего времени. Камень, который тянет это вниз. Камень, который каждый день напоминает тебе о том, что сделал человек. И знаете, я сейчас, размышляя над этой историей, я понял одну такую вещь. Вы задумывались, почему нам сложно простить? Почему нам сложно простить человека? Даже обидчика, даже маленькую обиду. А уж тем более большую. Мы не представляем, как выстроятся наши отношения дальше. Мы не представляем, как строить отношения с этим человеком дальше. И поэтому нам сложно простить. А я хотел бы сегодня задать вопрос. А какими отношения, какими мои отношения будут с Богом, если я не смогу простить? Какие отношения я буду иметь с Богом, если я не сумею простить? Знаете, я думаю, что если мы будем взирать на крест. Эта женщина, она рассказывала эту историю. Она говорила, я поняла, что мне нужно простить. Но, говорит, как и все, я приходила к Богу и говорила, я прощаю его. Но ничего не происходило в моем сердце. И она говорит, я поняла, мне нужно написать ему письмо. Это были 90-е годы, еще не было мобильных телефонов, не было возможности позвонить. Она говорит, я поняла, что мне нужно написать ему письмо. Она говорит, я села писать это письмо. И весь этот листочек, он был полностью мокрый от слез. Я начинала писать и выбрасывала. Я начинала писать и выбрасывала. Я начинала писать и выбрасывала. И знаете, мы должны научиться прощать даже то, чего нельзя простить. Потому что Бог простил тебя и меня. И я, знаете, я часто говорю это у нас на служениях. Если каждый из нас, зайдя в тайную комнату, две личности, которых мы никогда не обманем, себя и Бога, и вспомним все наши проступки, вспомним, как мы говорили, как мы делали, как мы поступали, то я думаю, мы поймем, что милость Божья в нашей жизни, она абсолютно безмерна. И Бог говорит, я все это перечеркиваю, я тебя во всем этом прощаю. Поэтому давайте мы научимся прощать наших убитчиках, несмотря ни на что. И последний пункт моей проповеди, он будет называться помиловать. Знаете, для помилования нужно абсолютное основание, нужно ходатайство. Очень часто. Я несколько дней назад посмотрел передачу, ее сняли буквально недавно наши украинские журналисты о людях, которые отбывают пожизненное заключение в тюрьмах. И там было четыре женщины и четыре героини, о которых ходатайствовали. Там было четыре женщины и четыре мужчины. Так вот, об одном из мужчин ходатайствовало 35 организаций для того, чтобы его отпустили, для того, чтобы его помиловали. Для помилования нужно ходатайство. Этим ходатаем в нашей жизни выступил Иисус Христос. Я вам расскажу еще одну историю. Есть такая служба, она называется служба пробаций. Если вы не знаете, что это такое, это служба, она больше развита в западных странах. У нас эта служба только начинает свою работу. Эта служба направлена на то, чтобы человека, совершившего нетяжелое преступление, нетяжелое преступление, не лишать свободы, не лишать свободы, а помочь ему исправиться здесь, помочь ему исправить те проступки, которые он допустил здесь. И вот родоначальником этой службы пробаций, сам того не подозревая, стал человек-сапожник, американец Джон Август. Еще в 19 веке он, когда объявляли приговор какому-то из преступников, он приходил в суд и говорил, я готов стать поручителем за этого человека. Вносил из своих средств деньги за этого человека, забирал этого человека на поруки. И знаете, я, когда прочитал про него историю, меня поразило, как работает милость. За свою жизнь этот человек внес залог за две тысячи человек. За две тысячи человек он внес залог. И только четыре человека не оправдало его доверие. 1996 человек благодаря милости получили шанс изменить что-то в своей жизни. Получили шанс преобразиться. Я хочу поделиться с вами очень важным, очень глубоким откровением. Вы обратили внимание, что просил человек, пришедший, которого, вернее, даже не пришедший, а которого привели к господину. Он должен был огромную сумму денег. Десять тысяч талантов. Я не пересчитывал, но в сегодняшнем это миллионы и миллионы долларов. По сути, эта сумма, это эквивалент вечности. Он не отдал бы ее никогда. Ни он, ни его дети не отдали бы ее никогда. Отребовал он сто динариев, то, что реально было отдать и реально было простить. Я хочу, чтобы мы сейчас уловили откровение. Мы прощаем здесь на земле, а Бог прощает нам в вечности. Послушайте, это несравнимо больше. Бог прощает нам несравнимо больше того, что прощаем мы. Мы прощаем что-то малое здесь на земле, но благодаря этому получаем прощение в вечности. Давайте мы сейчас поднимемся. Я хотел бы, чтобы мы сейчас могли какое-то время побыть в молитве и открыть свои сердца и простить тех людей, которые, может быть, нанесли вам обиду. Может, эта обида, вы давно ее носите в своем сердце. Вы давно носите этот камень, и вам кажется, это невозможно простить. И вам так хочется справедливости по отношению к этому человеку. Вам так хочется справедливости. И этот человек, может быть, в ваших глазах заслуживает ее. Он поступил так плохо по отношению к вам. Давайте мы сейчас просто в этой молитве, мы благословим этих людей. Может быть, вы отнеслись к кому-то несправедливо. Может быть, на вас кто-то держит обиду. Примите сейчас решение примириться с этим человеком. Послушайте, я хочу поделиться еще очень важным откровением. Последний стих, который говорит Иисус в этой притче. Так и Отец мой поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему. Если мы сейчас просто, потому что так надо, потому что так призывают, потому что так правильно скажем это слово, я прощаю. Это будет формальность. И наши отношения с Богом станут формальностью. Но Иисус молил на кресте и говорил, прости им. И это было от сердца. И это было от сердца. Эта притча не говорит, просто скажите, просто забудьте, отодвиньте. Простите, от сердца написано. Если мы хотим чистых, глубоких, настоящих взаимоотношений с Богом, нам нужно научиться прощать от сердца. Господь, мы в этой молитве приходим к Тебе. Великий Бог, мы благодарны за то, что Ты, Боже, Своей жертвой, жертвой Своего Сына, Его драгоценную кровью, Простил нам все наши грехи, омыл и очистил нас, Боже. Мы благодарны Тебе за то, что, невзирая на все наши беззакония, Ты милуешь нас до сего дня, Господь. Отец, и мы молим и просим Тебя, расширь сейчас наше сердце. Пусть наше сердце, оно сейчас из каменного превратится в плотяное, Боже. Пусть рухнут все обиды, Боже, которые есть в нашем сердце, на тех людей, которые, может быть, нанесли нам раны, может быть, предали нас. Отец, мы молим и просим Тебя, благослови их на том месте, на котором они находятся, во имя Иисуса Христа. Мы призываем Твою милость в их жизни, потому что мы сами хотим милости, Боже. Отец, прости нас и дай нам сил, Боже, примириться с людьми, если мы нанесли кому-то какую-то обиду. Мы молим и просим Тебя, Господь. Мы хотим чистых, настоящих, глубоких отношений с Тобой. Пусть наши сердца, они сегодня очистятся от всего того недоброго, что было в них. во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хотел бы свершить еще одну молитву с теми людьми, которые пришли сегодня в первый раз и вы ни разу еще не молились молитвой покаяния. Может быть, вы уже не первый раз пришли, но вы никогда не произносили эту молитву. может быть, вы произносили ее, но вы по каким-то причинам оступились, отступили от Бога. Я хотел бы увидеть вашу руку на том месте, на котором вы есть. Слава Богу, я вижу вас, я вижу вас, те, кто подняли руки, проходите сюда вперед, проходите сюда вперед, проходите. Может быть, вы стоите где-то на балконе и думаете, не время. Послушайте. Может быть, вы в малом зале. Выходите, поднимайтесь сюда. Бог может простить вас, но Ему нужно одно. И так говорит Слово Божье. Для того, чтобы Бог простил нас, Ему нужно одно. Написано, если исповедуем грехи наши. Послушайте, мы не можем унаследовать спасение без прощения. Если вы стоите еще и думаете, вы прямо во время этой молитвы можете выходить сюда вперед. Если вы не решились выйти, молитесь на том месте, на котором вы есть. Молитесь на том месте, на котором вы есть. Дорогие те, кто вышли, вы смелые люди. Вы смелые люди. Сделать шаг навстречу Богу, признать, что мне нужна помощь, это смелость. Это не слабость. Знаете, этот мир, этот мир, он называет слабостью. Признание ошибок мир называет слабостью. Но это не слабость, это сила признать свои ошибки. Давайте мы сейчас закроем глаза. Просто повторите за мной эту молитву. Господь Отец, я прихожу к Тебе и прошу, прости меня за мои грехи, за мои беззакония. Я открываю сегодня свое сердце. И прошу, войди в Него. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я посвящаю свою жизнь Тебе. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы в церковь свершим молитву за этих людей. Господь, мы благословляем каждого человека, который сегодня принял решение примириться с Тобою. Мы благословляем все круги их жизни и молим и просим, Боже, Ты сам, Боже, возьми их за руку и поведи по этой жизни. Именем Иисуса Христа мы разрушаем всякую власть, греха, которая есть на данный момент в их жизни. И молим и просим, пусть сейчас на этом месте распадется всякое ермо, Боже. Всякие цепи, которые держали этих людей, в оковах греха пусть распадутся во имя Иисуса. Отец, мы благословляем их на праведную жизнь во Христе во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу.